Главное блюдо праздничного стола на Урыскожье. Собственно, это не просто угощение на богатом Достархане, а особый символ долгожданного весеннего праздника. Потому все хозяйки придирчиво выбирают продукты для меню. Всего семь составляющих. Но ведь важно не количество. Каждый ингредиент этого блюда несет сакральное значение и практическую пользу для человека. Крупы это просто бесценный источник всех полезных веществ. Там есть и белки, и жиры, и углеводы. Рецепты на Урыскожье, самого популярного блюда марта, разнятся. Сказывается и география готовящего, и традиции каждой конкретной семьи. Могут изменять крупы, готовить на овощном бульоне. Но одно составляющее неизменно. Кисломолочный напиток. Два раза больше витамина С, чем в самом молоке. Потому что все бактерии, молочнокислые дрожжи, они воспроизводят дополнительно еще витамины. А вот особое, даже трепетное отношение у казахов к мясу. Его для праздничного блюда выбирают особенно тщательно. К Дастархану Наурус мы хорошо почувствовали радость. И все плохое осталось зимнее. Вот эти холода, вот эти болезни, все оставляется. И преподносим, конечно, на гостевой Дастархан соума кусочки. И берем вот такое молодое мясо, чтобы она молодая жизнь пошла. Чтобы действительно пришла весна, новая жизнь. Вот это обязательно мы прибавим. Вот я и покупаю карта, жая, вот это хаза, шижок. Наурус Мейраме праздник весеннего равноденствия. Начало нового года по древнему календарю. И от того, как встретят приход весны, зависит и течение нового года. Именно поэтому хозяйки всегда старались как могли. И сегодня мы разложим самое популярное праздничное блюдо на составляющие, чтобы ни один из ингредиентов не испортил вкус Наурус Кожи. Я Евгений Переверзев. Мы начинаем. Мясные ряды на базаре, как игра в русскую рулетку. Никогда не знаешь, где тебе повезет. Но в таком щепетильном для каждого мясоеда вопросе на удачу надеяться никак нельзя. В большом ассортименте обязательно будет слабое звено. В основном жалобы поступают на некачественное мясо. Иногда мясо подделывают. Ну как подделывают? Вместо говядины могут продать совершенно другое мясо с какими-то добавками. И такой обман почти на святом не может не шокировать. Ведь для казахов конина не просто непременный атрибут каждого застолья, а продукт, несущий сакральный смысл. Особенно в праздничном меню. Считается, что мясо в казане дарит счастье и удачу. А потому сегодня отправляемся на рынок вместе с Назгуль Абдрахмановой. Мама и бабушка в большой семье к Наурызу готовятся основательно и выбору мяса уделяет особое внимание. Надо выбирать молодое мясо. Во-первых, она целебная. Во-вторых, она сытная. И красиво кушать хорошо. И вот сейчас я подошла розовое. Она вообще молодое мясо, светом розовое бывает. И, конечно, для гостей на Дастархан именно гостевой табак надо вначале, чтобы было жая. Вот жая, например. Вот такого вида. Это что за часть вообще мяса? Это, знаете, самая такая задняя часть этого кобылы. Каза выбирается как тоже, чтобы жир, мясо жир, мясо жду было. И мясо, конечно, она не должна быть такой, как резина. Она в задней части. Жал. Это копченая или копчено-вареная очень жирная конина. Жая готовится из филе. Карта. Из толстой части прямой кишки и шужук практически то же самое, только он готовится из рубленного мяса. В нашей практике практически много раз встречается некачественное мясо. Это старое мясо, залежая в морозильнике. Некачественный сбой мяса, когда неправильно режут скотину. Много факторов влияет на качество мяса. То же самое неправильное хранение, не соответствует товарного соседства. И вот несколько лайфхаков, как распознать качественное мясо на прилавке. Если это телятина, то мясо должно быть розового цвета. А конина, несмотря на темную окраску, должна быть блестящей. А еще можно надавить на мясо пальцем. В свежем углубление от нажатия практически сразу исчезнет. Выбрать хороший айран, кефир или курт тоже можно. Главное знать несколько секретов. Кисломолочные напитки должны быть одинаковой однородной консистенции и содержать в себе исключительно животный жир. Коровье молоке чаще всего фальсифицируют. Это заменяет животный жир, то есть коровий жир, естественный, на растительные жиры. По вкусу это практически не отличить. Это надо специальное исследование лабораторное проводить, чтобы узнать состав жира. По техрегламенту о безопасности молока и молочной продукции, такой продукт должен называться молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии кефира. Понятное дело, что проверить каждую купленную вами бутылку кефира просто невозможно. Лабораторные проверки для потребителя – удовольствие не из дешевых, а потому вся надежда на собственную внимательность. Да, если крупинки в наличии вот этой жидкости, то это значит, что данный молочный продукт содержит сухое молоко. Некоторые хозяйки кефир или айран заменяют творожной массой, добавляют ее в бульон на урыскожье. У него в этом блюде особая функция. Помимо того, что он придает вкус, кефир нейтрализует излишнюю жирность, так как повышенная кислотность курта способствует расщеплению жиров. По моему опыту я никогда не слышала и не видела человека, отравившегося куртом. Это связано с высоким содержанием соли в этом продукте. После добавления соль оказывает бактерицидное действие, то есть соль – один из способов консервирования, поэтому курт может не содержать микробы. Правда, есть одно но. Нужно дать продукту обсохнуть. Только после этого курт может не портиться годами. И потребители не должны пугать кристаллики на поверхности творожных шариков. Это тоже соль, которая на качестве продукта не отражается. Главное – хранить его в сухом месте. В противном случае такая добавка к Наурыско-Же ничего хорошего не принесет. Надо еще смотреть, в каких условиях этот курт продается, если привозной из соседних стран, таких как Кыргызстан или Узбекистан. Не весь продукт этот качественный. К сожалению, не все продавцы должным образом оформляют сертификат. А это видео накануне весеннего праздника шокировало сначала пользователей узбекского сегмента соцсетей, а потом и всей Центральной Азии. На кадрах женщины готовят смесь для приготовления курта ногами на полу в условиях полной антисанитарии. Творожную массу месят в галошах. Видео быстро разлетелось по социальным сетям и вызвало бурю негодования среди пользователей. Спустя несколько дней после того, как видео распространилось в ТикТок, журналисты выяснили, что кадры сняты в одном из домов в Самаркандской области Узбекистана. В последующем весь продукт должен был отправиться на местные рынки. Сотрудники Центра санитарно-эпидемиологического надзора региона уничтожили всю партию курта, который был приготовлен без соблюдения норм. Да еще и продают его на рынках в открытом виде на улице. У них нет разрешающих документов на продажу. В такой продукт могут добавлять пшеничную, обычную муку. Добавляют мел, глину, и это правда. Все для того, чтобы получить дополнительную прибыль. Гонятся за прибылью и недобросовестные производители еще одного компонента праздничного на Урыскже – крупы. В блюда разные хозяйки добавляют пшено, перловку, рис, гречку или пшеницу. Все дело во вкусовых и ценных качествах этих продуктов. Здесь можно, в принципе, привести пример стандартным – рис и гречка. Есть несколько видов риса. Есть наш привычный белый, такой вот красивенький, кругленький, но в нем очень мало содержится витаминов группы В. Там очень много углеводов, которые быстро усваиваются. В этом-то и секрет использования круп в праздничном на Урыскже. Блюдо, по поверью, должно было быть сытным, а еще полезным. Главное – качество еды для кочевника. Праздник приходится на первый весенний месяц, когда организм человека испытывает нехватку витаминов после долгой зимы. Еда и должна была восполнить этот вкусовой пробел. Допустим, взять любую кашу. Если ее правильно сварить, там множество витаминов. Взять, например, пшено. В нем много магния. Взять гречку. Там тоже много элементов таких, которые необходимы для человеческого организма. Овсянку взять. В ней тоже масса, чуть ли не вся таблица Менделеева. И йод, и фтор, и магний, и все элементы. Эксперты советуют потребителям покупать крупу, расфасованную по заводским пакетам, а не брать на развес. В запаянной упаковке больше шанса встретить качественный продукт, который прошел обязательную проверку и обязательно перед покупкой посмотреть на срок годности. В случае с крупой несоблюдение временных условий хранения может больно ударить по здоровью. Крупа, если будет портиться, то в ней образуются ядовитые вещества, которые, в принципе, для питания уже будут непригодны. Ядовитые вещества образуются от насекомых в родителей. Насекомые, когда погибают, образуются их экскременты, трупы насекомых. Потом они выделяют бочевую кислоту, влагу. И на этой влаге потом образуются грибы растут, грибки. Которые, мицеллиум, которые могут выделять микотоксины. Тоже очень видеть некое вещество. Выбор качественных продуктов для праздничного блюда – это лишь часть составляющего успеха у поклонников наурыскожи. Секрет еще и в правильном, проверенном не одним поколением рецепте. Рецепт вашего наурыскожи вы сами разрабатывали или все-таки взяли какой-то старый, какой-то старинный? Нет, я взял классический рецепт наурыскожи и, конечно же, его расщепил по вкусовым качествам и добавил какие-то свои. Я бы хотел ознакомить, допустим, в мой наурыскожи обязательно варится на двух бульонах – это телятина и козы. Козы обязательно живут ферментированные, не копченые, именно ферментированные, подвяленые, которые как раз после сокрума остается остаток. Вот я его делаю. Добавляю, как обычно, сложные углеводы – перловку, рис, пшено и слегка, чтобы была такая сладкость – это кукуруза обязательно для сладостей, чтобы сочетать, допустим, такие качества, как соль, кислинку, горчинку и сладость – это обязательно. Также я люблю добавлять именно кисломолочные продукты. Это айран? Это айран, вот именно айран. Есть, допустим, кефир, многие путают, это наш стандартный, а есть вот айран, тоже ферментированный, чтобы такой прамок вообще был, слегка, как бы сказать, с газом. Главные ингредиенты, наурыскажи, в вашей версии. Главные? Да. Это мясо, конечно. Отдельно отварили бульон, заготовили, замочили все крупы, обязательно надо замачивать, чтобы это было быстро. Допустим, пшено обязательно надо замачивать. Почему? Если его сразу поставить вариться, она будет горчить, а вода, она забирает горечь. Сливаете воду, кладете в кастрюлю. Какой вы можете дать совет начинающей хозяйке, той хозяйке, которая вот впервые готовит наурыскажи, на что нужно обратить внимание? Я бы на два продукта. Это айран бы обязательно, его надо подобрать по вкусу, чтобы он был нормальный. И, конечно же, вяленые кастрюлю. Это тоже зависит. Если взяли плохие или недостаточно вкусные, то бульон не будет такого вкусного. Молоко вместо айрана могут добавить в наурыскожье хозяйки Костанайской области. В Шимкенте проса и рис может заменить перловка. В Центральном Казахстане среди ингредиентов главного весеннего блюда казахов числится изюм. А в Алма-Аты вместо пшена могут добавить фасоль. Но каждое из этих блюд хорошо своей оригинальностью и, безусловно, имеет своих поклонников. Главное, что их объединяет то, с какой любовью они приготовлены. И если духовная часть праздничного обеда – вклад исключительно хозяек, то практические советы – это по нашей части. К правильному выбору продуктов мы призываем еженедельно в программе «Пища для размышления», потому что мы не обычные потребители. Мы хотим знать, что мы едим.